всем добрый день дорогие друзья решила записать видео вопрос-ответ под видео поездка в соликанс очень много комментариев и вот поэтому я решила записать как-то так камеру поставить чтобы она не это так начинаю читать комментарии ну вот поездка в соликанс под ним очень много было интересных комментариев деткам одна химоза почему вы так решили что одна химоза привезла я например можно испечь шарлотку или кекс на скорую руку стакан ягод любых брусники черники и так далее замороженных или свежих стакан муки разрыхлитель пол стакана сахара 3 яйца взбить все вместе и запекать 30 минут на 190 градусов я так поняла это вы сделали для тесто что я привезла спасибо большое очень хороший даже рецепт да тесто замороженное иногда очень удобно даже просто поставьте в духовку сахарной пудрой присыпьте вот вам обычные слойки настя добрый совет сделай форму для бровей а то со стороны смотрится некрасиво как будто они у вас половинчатые ну да надо я как не сделаю потом все равно пишут что некрасивая форма бровей поэтому я не знаю я уже перестала просто куда-либо ходить и что-либо делать как вы заметили я даже перестала красить так женщину вас половина детей страдает аллергия нет у меня только у маши аллергия но у нее не на все у нее на некоторые продукты но у нее уж давно не замечала чтоб что-то появлялась и у марина на арбуз аллергия а так остальные не то не страдает аллергия так сколько смотрю обзор покупок ни разу не видела фруктов выпечку конечно лучше делать самой и старше дети к этому привлекать полезно и интересно по поводу готовки это вообще от какой-то откуда деньги муж же плохой не думать что с ютуба только заработок так настя привет не делай ускоренное видео самой поездки где он мелькает деревья так кружится голова когда смотришь на быстро мелькающий вид из окна постараюсь настя сколько ушло на линолеум и сколько взяла 2 20 размер на 350 заплатила 1400 я говорю это очень дешево по сравнению с тем что вот я считаете на кухню на коридор брала у нас здесь городе опять с лишним тысяч заплатила на маленькую комнату я заплатил два раза меньше чем даже на коридор так нашла где прикрепили все комментарии вопросы то есть настя почему не купили фруктов детям но потому что тут вести фрукты там по цене почти то же самое стоит что и у нас были смысла нету здесь задание не здоровье почему линолеум не стали брать такой же расцветки что и у других комнат я просто брала смотрела по сумме и не выгодно было это взять и какая разница какого цвета линолеум по сути до хотелось бы но там такой расцветки не было на скидках поэтому я взяла какой подошел по размерам в комнату настя какую корзину купила я очень показала но я покажу вам обязательно для чего огромное ведро где-то в хозяйстве понадобится где-то воду вынести где-то принести где-то что-то наложить но в хозяйстве ведра у нас постоянно нужны где лежат расческие мыльные рыльные пока еще не купила я найти хочу кумбу шкафчик такие с дверками но только не пластик пластика но как-то это я смотрела пластиковые но они такие слабенькие что я не хочу пластиковые это биотуалет сверху и еще сидушка должна быть не показала да сидушку извините не показала сидушка есть да это биотуалет так вопросы первые почему не сажаете огород ведь это экономия почему мы сажаем огород где находится гостиная там живут девочки мальчики точнее один егор в отдельной комнате да у егора своя комната так утром кормите детей крупным покупными вечером беляшами они утром не всегда не все едят они в основном не едят едят только вторая смена это маша и света а утром они уезжают минут 20 до вы наверно 8 уходите да на автобус 20 минут восьмого югурта помешай пожалуйста сковородку ну так я нисколько не сомневаюсь как не утром вот почему я утром не варю каши это метод она будет стать часа пять что печку растопить и сварить кашу у нас нету не на чем варить по сути говорят только печка которую топить на почему нету плитки с баллонным газом но нету что забрать дети залезут и выключат ну знаете всяко бывает ну тут спрашивают как так можно на всю семью на 10 человек сварить на печке можно ребят если привыкли уже то можно сварить на печке где висят ваши полотенца возле раковине видно что-то у нас висят на кухонном гарнитуре они все дети любят сладости то вы как хотите конечно все дети сладости любят но я как бы стараюсь помогу не давать но они едят конфеты такие лежат по идее вы пока покупали свою картошку так вы копали свою картошку а зачем ее тогда покупать потому что у нас нынче мало картошки поэтому я мешок картошки купила вы сажали свою капусту в этом году садила но она не выросла вот такие вот поэтому нету пожалуйста анастасия ответь на мои вопросы как вы считаете вы умеете распоряжаться бюджетом на месяц но стараюсь я сначала первую очередь это долги отдать потом садика платить а потом уже продукты набираем там если деньги остаются то продукт набираем будете ли вы куры зарубать рубить не знаю будем нет я давно уже говорю что невыгодно курей держать убирать надо их но что-то все держим 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 я хочу продать цеплят если кто с красноюшеской приходите продам цеплят вам бабушка тоже так много покупала сладости нет бабушка раз в месяц ездила в город мы тогда в деревне жили и она очень мало брала сладостей где вы обычно отмечаете но вот приходят ли к вам родственники мы отмечаем дома в кругу своей семьи к нам никто не ходит как вы считаете вашей жизненном пути встречалась больше плохих или хороших людей но по большей части хороших сейчас но и плохие конечно встречались люди всякие были у влада первого брака дети есть вадик у тебя есть от первого брака дети нет а то вдруг где-то что-то я не знаю насти льюша у тебя большую девушку у него есть готова уже морально стать бабушка нет не готовы так дальше бабушка конечно я не готов ребята стать вы что это рано еще почему к илье домой не зашла нам интересно ну потому что вы понимаете что люди мне ждали как я могу люди на машине мне взяли согласились почему я должна заходить к нему в гости нет я бы конечно в следующий раз конечно съезжу так зайду к нему в гости но уже не на машине тогда на автобусе специально к нему съездить это да а так людей просить чтоб подождали пока я там побуду у него дома но это ребят не красиво и не культурно будет как вы выбрали имя для детей из чего чей голос был решающий принимали участие выборе бабушки как вам имена нравятся назовите какие вам имена нравится но мы имя выбирали так чтоб не было у нас в родословность таких имен у меня получилось not 1 начнем до илья илья родился 1 августа 2 августа ильин день поэтому я его назвала илья егор просто вот я не знаю почему но вот перед ронами получилось так что мне присоединился мужчина и сказал назвать егором я назвала егором а потом бабушка сказала что у нее брат был егор и получать в честь тоже родственник ну такой был сон и получалось что и горка кого а у меня нету посты она потом подожди туда и поэтому егор у нас получается в честь тоже родственника дальше света это просто мне имя понравилось потому что у нас родословной свет и нету еще поэтому мы назвали света катя назвала так бабушка ее она хотела катя хотя у нас есть в абакане катюша но она рассказала катей когда маша родилась тоже бабушка назвала маша я гриба уж хотя в абакане машина есть она горит а я хочу чтобы здесь было ей это имя подходит очень машенька вот прям по ней имя дальше у нас идет оксана мы тоже очень долго имя искали но у нас девичьи имена в основном все повторяются оксана нету в роду ни у меня ни у мужа поэтому назвали у нас все имена такие где не повторяются что таксана что марина у нас родословно нету иван только есть это у владика папа он иван поэтому от вани у нас цель так нас а так у нас все имена чтоб не повторялись в родословной как можно меньше чтоб таких имен было поэтому мы вот так называли но было интересно и мы не хотели вот как некоторые сейчас называют каким-то странными именами мы такие имена даже не подбирали мы подбирали такие русские имена обычные русскими на когда будете стряпать сегодня почему не купили крупы и подсолнечное масло как вы знаете я закупаюсь крупами большими мешками у меня рис еще килограмм 5 на тома есть потом у меня есть рожки меня только заканчивается гречка и манная крупа у нас нет по моему да уж и остальные крупы как бы у нас есть масло у нас тоже пока еще подсолнечное есть поэтому их не брала как часто варите детям каши и какая у них любимая рисовая молочная атака но они каши не любят большую часть они любят супы и второе масю совсем не показываешь скажи чем она занимается днем и и поводки масел нас старая на вас но спит она спит целыми днями она только спит спит слышно храп только ее на и где-нибудь в комнате в какой-нибудь как массе с храпит кого воспитывать легче мальчиков или девочек вот с девочкой мы стараемся найти как бы нас между собой секретов не девочки они мне могут рассказать я им могу что-то рассказать у нас вот это вот как подружки можно сказать мальчики ну мальчика мне кажется егор тебя легко воспитывать не знает да егор но принципе этого этого легко сейчас дам так продолжаем настя у вас много земли планируете ли вы используете ее хотя в ближайшем будущем для посадки ягодных кустарников чтобы окупалась аренда я хочу весной попробовать посадить вот у меня у знакомая спрашиваю нее яблонька растет нынче даже яблочки она поснимала я все время боюсь что у меня замерз потому что я малину покупала привозили тут за 400 рублей малина она у меня замерзла и вот хочу поспрашивать вообще в нашем районе растет яблоньки вишню попробует я понимаю что не рублей 400 500 каждый кустик ну пару кустиков хотя бы взять хочу и посадить как вам первая съемка магазине сильно нервничала да я очень нервничал потому что на меня смотрели я ходила с телефоном считаете вот идешь телефону да и вот я боялась снимать честно говорю я боялась снимать я я не снимала сколько стоит комбикорм на месяц для курей но последний раз я брала 700 рублей мешок был вот нам на сейчас комбикорм она заканчивается не знаю как получится но постараемся на днях съездить за комбикормом надо хотя бы пара мешков но последний раз я брала был 700 рублей мешок какая разница в возрасте у вас первым мужем была большая это было первое видео которое видео дианасти встреча 2020 год гостей не было к нам никогда гости на ногу вот не приходит когда во сколько ей встала поездка в солякам с учетом денег и продуктов илье ну зачем это сколько ста сколько ста славайте господи что могла что-то илья стоит уже разучиваете ли вы с мариной с вами стежки хотя бы сам простые ну когда в садик что-то надо туда ваня так у нас на лету все схватывает он смотрит что-то интересного может одно и то же смотреть 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 а потом будет бегать и это диктовать но вот у него есть такое ламинат куплен для всех комната не ламината линолеум нет надо еще в две комнаты покупать вот в эту маленькую и в зал большой делаешь ли ты кем-нибудь запасы на случай если придется сидеть дома на карантине у меня есть у крупы закуплено мешками как вы видели по осени по лету по осень по моему купала я мешками два мешка макарона рис по моему 25 килограмм там мешок потом остальные крупы мука у меня есть пока есть ну там будет так будет что теперь я что знаете от этого никто не застрахован многим подписчикам нравится машинка связи с этим с ним изменилось так не отношение у других детей нет ничего не изменилось и ни у кого не все также друг друга любите все также друг с другом общается мед уже купила нет еще не купила настя свою картошку вы уже съели нет ребята не съели вы что муж не такие метеоры что быстро так съесть часть картошки на семена на следующий год отложили обязательно отлаживаем и каждый год отложим когда копаем мы сразу по ящикам отложим картошку на семна если да то сколько ведер если вы не будете больше сажать ее или вы не будете больше сажать ее нет ну почему бы мы сажать но нынче картошки меньше поэтому пока мало отложили но будем постепенно все отлаживать настя на следующий год планирую засадить огород да просто по-другому немножко сделаю и в начале года позвоню знакомому спрошу насчет навоза чё почем чтобы он не привез побольше навоза если все нормально будет то закажу у него и раскидаю по огороду побольше навоза насти почему не хочешь завести гусей бройлеров уток гусей потому что не хочется резать они очень красивые уток не выгодно держать бройлеров мы держали да вот по весне можно на лето чисто на лето брать бройлеров для откормки а так их тоже не выгодно держать насти покажи ром тур туалет ром тур по усадьбе не буду я уже много раз показывал поэтому нет сколько денег получаешь немного я рада этим деньги спасибо огромное что вы помогаете смотрите мой канал вы спите отдельно сейчас со мной ваня спит с мариной сейчас у нас света одна в комнате спит здесь потому чтобы она не заразила получается остальные так как она заболела почему ваня спится свет вместе егор в комнате 1 ваня спится ночью вообще-то не со светой кто снял у вас деньги приставы а вы откуда что знаете кто и что снял я не хочу отвечать на этот вопрос даже не буду это мои дела мои проблемы можно так сказать настя у меня к вам нет вопрос я считаю что вы как мать и хозяйки виднее что как нужно делать просто хочу вам сказать все делаете правильно канал идет у вас идет очень даже хорошо удачи вам моя хорошая во всем дети здоровья вам денег побольше счастья счастье счастье с уважением из санкт-петербурга марина романова спасибо вам огромное за поддержку огород тоже арендная земля но у меня вот часть огорода арендная земля которая другая земля там это собственность вы на газели ездили нет мы не на газели ездили но я не буду горит на чем мы ездили настя почему магазин за хлебом ходить в раньше хлеб пекли булочки вкусняшки скоро ребята будут духовку только установлю и буду я просто еще духовку не установлена вся проблема это установить духовку вот занесу тумбочку установлю духовку и будем с вами стряпать опять как раньше и хлеб и булочки и все остальное только боюсь что опять света много на что наш будет это путь что у меня вся зарплата будет уходить только чисто на свет но ничего зато дети будет вкусно кушать ладно дорогие друзья вот но такие вопросы немного поотвечала спасибо вам что вы их пишите пишите дальше свои вопросы постараюсь на них отвечать только прошу пожалуйста давайте перестанем ругаться в комментариях потому что зачастую читает мои комментарии мои дети поэтому прошу вас перестаньте вот это вот а потому что света сейчас на больничном все это и заняться нечего на тупо читает все комментарии я и уже говорила что не надо не читай но она их читать все равно поэтому я вас прошу давайте будьте чуточку добрей ну и постараемся а мы постараемся очередь почаще выложить видео поэтому оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал обязательно желаю всем вам крепкого здоровья берегите берегите и близких родных ну и всем пока пока